Вопрос на миллион. Как добиться успеха? Вот и мы не знаем. Поиски и ответы на него вновь привели нас в Интерполярис. Это производство, выросшее буквально из гаража и ставшее поставщиком для атомных станций по всему свету. Сегодня мы поговорим с двумя основателями этого предприятия и узнаем, как же так вышло. И еще много чего узнаем. Пойдем. Интерполярис начался с науки. Тогда у нас не было никаких бизнес-стратегий, не было особых планов. Мы хотели придать живую струю, коммерческую струю научным проектам. Очень много с Игорем мы в то время собирались, обсуждали. И хотели, чтобы научные достижения смогли бы приобретать новую жизнь и оставаться не просто на бумаге. Главное достижение – это наш опыт. Мы приобрели опыт не только технологический или технический. Мы приобрели опыт в разработках, мы приобрели опыт в построении бизнес-системы. Приобрели за этот период 13 патентов. У нас несколько лицензий есть на ответственные работы. То есть это касается разработки и изготовления оборудования важного для ядерной безопасности. Мы получили несколько сертификатов от органов по сертификации, системы менеджмента качества предприятия. И все это свидетельствует о том, что мы получили опыт, который подтвердили эксперты в отрасли. И этот опыт является нашим главным достижением. Но также и поставки на зарубежные рынки наших товаров, работы, услуг – тоже непростой этап, с которым мы справились. Это наше главное достижение. Наш опыт технологический и опыт разработки. Главным достижением можно сказать, что у нас личные достижения есть определенные. Например, я был директором «Интерполярис». Игорь Иванович был коммерческим директором. Тамара Васильевна, как глава отдела качества, расскажите, как мотивируете сотрудников работать хорошо, качественно в бюро? Мотивация существует, как вы знаете, денежная и неденежная. Поэтому, прежде всего, за хороший плодотворный труд, естественно, моим сотрудникам полагается премия, что они получают. Не мотивированные – это у нас хорошие условия труда, хорошие кабинеты, комнаты отдыха, где можно психологически разгрузить. Даже в теннис поиграть. Даже в теннис поиграть, да. Естественно, что своих сотрудников я всегда поощряю хорошим словом, личным примером. И я надеюсь, что они мне благодарны за то, что они здесь работают. Про российские рынки уже беседовали с вами, что покорили атомные станции. Поставляете с зарубежными? Есть какие-то движения? Ну, с зарубежными есть движения. Да, мы поставляем сейчас в основном для атомных станций, которые «Росатом» строит по всему миру. Это Китай, Индия, Бангладеш, Турция, Египет, Венгрия, Армения и так далее. То есть у нас есть несколько рынков зарубежных, но в принципе, в большом счете, у нас и на внутреннем рынке сейчас большая потребность. Мы работаем над импортозамещением некоторых видов продукции, поэтому работы хватает и на внутреннем рынке. Но у нас есть еще и зарубежные страны. Их 6 стран зарубежных, куда мы поставляем продукцию. На новые не планируете заходить пока? На новые планируем. В Венгрии у нас разработки. В Венгрии и Египет сейчас там строятся атомные станции. Но помимо этого, у нас еще есть в разработке несколько проектов в Европу и Китай, которые перспективны нашими перспективными разработками. Очень много вакансий появляется от «Антерполяриса». Расскажите, это вы расширяетесь или текучка персонала? Что происходит у вас? У нас сейчас действительно открыто очень много вакансий. Мы остро нуждаемся в персонале. И это все связано только с тем, что у нас объем работ очень большой. Мы сейчас обеспечены заказами на годы вперед. И этих заказов настолько много, что нам постоянно требуется персонал. Текучки у нас практически нет. Я бы сказал, даже вообще отсутствует. При этом, помимо открытых вакансий, мы остро нуждаемся в высококвалифицированных кадрах. И если к нам приходит человек, при этом нет размещенной вакансии под него, то мы готовы рассмотреть его компетенции для того, чтобы применить на благо роста развития «Антерполяриса». Расскажите, насколько жестко у вас система управления? Может ли человек, имея отличное мнение от вашего, поделиться с ним, как-то дискутировать? Ну, конечно, может. У нас довольно лояльные. Мы как руководители. У нас демократия. Ну и не те времена, наверное, чтобы тоталитарность или управление пропагандировать. Каждый сотрудник может, имеет возможность, у нас есть анонимные сервисы для анонимных обращений, как в интернете, интернет-сервисы, так и физические. У нас везде ящички в каждом цехе для обращения лично к директору. Но это, по большому счету, не особо требуется, потому что все руководство сильно задействовано в процессе производственном. То есть мы, я знаю каждого сотрудника, я часто на местах, я каждого сотрудника знаю лично, его процессы, как они проходят, как они организованы. И посещаю производство ежедневно, поэтому такой потребности люди не боятся, делятся, мы общаемся постоянно, то есть сильно задействованы в процессе. Пока это возможно, стараемся сделать это возможным как можно дольше. Если бы у вас была возможность отправиться на машине времени на 10 лет назад и что-то сказать себе, что бы вы сказали? Да, наверное, делай, что делаешь, и все получится. А если на 10 лет вперед, что пожелали бы себе? Я думаю, делай, что делал, все получится, успех неизбежен. Блухо. Ну и финал. С оискателем что могли бы сказать? Ну, с оискателем, что мы можем сказать? Самый главный посыл заключается в том, что не только за зарплатой к нам можно идти и нужно идти. Мы стараемся создать атмосферу рабочую, мы стараемся условия труда создать комфортные. Хотим, чтобы человек, приходя на работу, чувствовал себя членом команды, коллектива, важным, нужным человеком. Мы пытаемся такую атмосферу создать. При этом мы всегда создаем в этой атмосфере интересные задачи, амбициозные задачи, в которых соискатель может самореализовываться и развиваться. Профессиональные имеется в виду, но не только и личностные, но и профессиональные задачи.